Друзья, всем привет! Вот столкнулась с такой интересной темой Можно ли не давать ребенку конфету за плохое поведение? Так получилось, что периодически наблюдая ситуацию себя также ловило на том, что если ты вот это не сделаешь, я тебе не дам конфету. Можно ли так говорить себя? Я почитала информацию на эту тему и пришла к следующим выводам. Связывая какое-то действие, которое мы ожидаем от ребенка с едой, то есть со сладостями, с тем, что у ребенка вызывает удовольствие, мы формируем неправильную установку у ребенка. Какая же неправильная установка формируется у ребенка? Это то, что удовольствие я могу получить только если я буду соответствовать социальным ожиданиям. Вот если я буду хорошей, все делать правильно, как мне говорят слушать родители, только тогда я могу получить удовольствие желаемое в виде конфеты или по другой сладости. Когда же ребенок вырастает, эта установка трансформироваться во взрослой жизни и может звучать иначе. я имею право на удовольствие в жизни только если соответствую социальным требованиям и нормам. Если же окружение вокруг меня, мой муж, любой человек, мои родители считают, что я хороший, я правильно себя веду, только в том случае я имею право на удовольствие. Я могу разрешить себе удовольствие. Вы представляете, какие комплексы мы такой фразой обычной «не дам тебе конфету, потому что ты меня не слушаешь», какие сложные проблемы, неправильные установки мы вкладываем в голову нашим детям. Конфета – это все-таки является удовольствием для ребенка в детском возрасте. Поэтому не стоит это связывать. Расскажу примеры сегодня. Я в детстве никогда не просила конфету, шоколад, либо что-то у родителей, что-то сладкое. Почему? Мне казалось, что я себе плохо веду. Я всегда себе плохо веду, поэтому не заслуживаю сладостей. Потому что слышала вот такие вещи. Ты себя плохо ведешь, значит, не получишь от нас какую-то вкусняшку. И я не просила. И когда я выросла, вы понимаете, если я хотела шоколада, я себе не могла купить уже, даже когда зарабатывала деньги. Я находила такой метод. Например, я покупала шоколад подруге, дарила ей его. И вместе с ней, когда она уже открывала шоколад, я могла себе взять что-то. То есть у меня была установка, что я не заслуживаю этого удовольствия в жизни, поскольку не соответствует социальным нормам. Мои родители говорят, что я не знаю, недостаточно хорошо знаю иностранный язык, или я недостаточно хорошо выгляжу, или окружение, или мужчины что-то говорят обо мне. То есть вот эта зависимость от одобрения окружающих, это очень страшно. Это очень нехорошо. Если у вас произошла такая ситуация с ребенком, что вы хотите ему сказать, что я не дам конфеты, потому что ты себя плохо ведешь, не стоит этого делать. Если вы считаете, что он просто ест много сладостей, тогда я вам рекомендую установить определенные правила. Например, разрешается ребенку кушать две конфеты в неделю, например, можете не чаще, разрешайте, может быть реже. Ребенок должен знать это правило, что мне можно съесть две конфеты. Вы можете в начале недели дать ему эти две конфеты, либо две булочки, и он сам уже решит все съесть в один день, либо растянуть на неделю. Это первое правило. Если вы хотите как-то, скажем так, наказать ребенка за его плохое поведение, то не стоит это делать с помощью сладостей, либо еще чего-то приятного. Нужно сесть и поговорить с ребенком, сколько бы, какой бы возраст ребенка ни был. Я, начиная с одного года, я и мой супруг, мы садимся, садимся в малышку и пытаемся ей объяснить, что это поведение, это плохое поведение, что так делать здесь, то не нужно. И мы это можем объяснить пять раз, десять, двадцать раз, пока ребенок это не поймет. И нужно оценивать не самого ребенка, а конкретно его поведение. Часто родители говорят, ты балуешься, ты плохо себя ведешь. Но, уважаемые родители, ведь детство, оно на то и есть, чтобы баловаться. Это основная деятельность, дети играть и баловаться. И не нужно им запрещать это делать. Поэтому, если вы видите, что ваш ребенок плохо себя ведет, сначала подумайте, действительно ли его поведение такое ужасное, что вам нужно кричать либо в чем-то его ограничивать. Если же все-таки вы чувствуете, что нужно что-то с этим поведением делать, попытайтесь с ним поговорить и сказать, что ты себя сейчас плохо ведешь. Тем самым ты расстраиваешь маму, либо тем самым ты мешаешь окружающим людям, если вы находитесь в общественном месте, либо твое поведение наносит вред тебе же самому, тем-то и тем-то. Вы должны объяснить, почему поведение ребенка вас не устраивает. Если вы хотите что-то запретить, например, не дать конфету, не пойти на площадку либо в горбовую зону, скажите об этом ребенку заранее. Например, малыш, ты сейчас нехорошо себя ведешь. Объясни ли, почему так-то и так-то и так-то. Если ты будешь продолжать себя вот так вот нехорошо вести, мне придется не пустить тебя на день рождения к другому. Вот лучше как-то вот так это связывать. Если ваш ребенок заранее будет знать, что за это правило, за это нарушение будет вот такое наказание, только в этом случае вы имеете право это наказание применять. Понятно, да? Если ребенок знает все нарушения и что будет за какое нарушение, только в том случае мы имеем право ребенка наказать. Если же он что-то сделал впервые и еще не понимает, что это плохо, ведь дети могут делать шкоду, как мы говорим, только лишь из любопытства, потому что они и так познают мир, мы не имеем права их наказывать. Надо же сказать, что, знаешь, это поведение, оно плохое. Разбить чай это плохо, взять маму помаду, ну, не стоит этого брать хорошо, потому что мама может огорчиться, поскольку помада может сломаться и так далее. Либо рисовать на обоях, ой, это красиво, это творчество, но все-таки давай мы это будем делать не на обоях, а на листе бумаги, в альбоме. Стоит ли не давать ребенку конфету за плохое поведение? Нет. Если у ребенка плохое поведение, поставьтесь все с ним, сколько бы ни было ребенку лет, год, два, три, и разобрать все-таки эту ситуацию, чем его поведение плохо. Может быть, действительно, во время этого разговора родители поймут, что поведение не такое уж и плохое, а конфету все-таки нужно дать. Если вы не даете конфету, нужно объяснить, почему вы ее не даете. То есть, ребенок еще не поел, либо он съел уже слишком много конфет, либо эта конфета не полезная, не свежая, невкусная, испорченная, либо еще что-то. Я попыталась как-то довести для вас информацию, не знаю, насколько я была понятна для вас сегодня. Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет приятно их почитать. Будем здоровы и счастливы!